Из-за аномально жаркой погоды жителям некоторых деревень и сел не хватает питьевой воды, колодцы высохли. Модернизация системы водоснабжения еще в планах, водонапорные башни только ремонтируются, а пить хочется сейчас. Наша съемочная группа побывала в деревне Ишлеи. Хорошо, что вчера дождь шел, до живой воды пришлось водами таскать и заливать, бочки налить, чтобы поливать. Пусть на некоторое время на природа все же выручила, а так у жителей уже сложился свой режим. Каждое утро они встают в одно и то же время и определяют ранний подъем не петухи, а местная коммунальная служба. У нее свой график подачи воды. Прозевал, значит, остался с пустым ведром. Вот открываем водичку и смотрим, как она у нас сильно течет. Вот так вот. Это целый день. Вот тут с пяти до шести включают, и то сами уже включаем, и вечером. Подают воду дважды в день. Люди успевают набрать литров 100-200, а то и меньше. И этого хватает разве что на бытовые нужды. А вот напоить скотину и полить огород не всегда. Эмоции жителей можно понять. Вообще, когда мы эти участки покупали, нам говорили, что газ и вода будет. По проекту, когда эти участки нарезались, есть место, где должна находиться эта башня. Но никаких движений со стороны администрации мы не видим. Сейчас мы вот вообще все дрожим. Не дай бог где-то пожар. Ну, мало ли что. Здесь же с детьми все. Воды нету. Даже ведра воды пойти плеснуть. Нету. Ну, нету воды. Оттапливается электричество. Проводки не выдерживают. И вот сгорел дом. Детки маленькие там были. Жаркий сезон. Насос работает на износ. Но живительная влага все равно не доходит до верхних улиц. Юрий Рогов рассказывает, что жители даже небольшой ремонт водобашни затеяли. Не помогло. Первый раз, когда мы варили улицу, дырка была вот, крепление есть, лестница. С той стороны была дыра. Мы ее заварили. Вода потом пошла. Но сейчас у людей много стало. Лето. Не хватает. У коммунальщиков свои оправдания. Клажа у нас там, которая существующая, качает в час, 10 кубов в час. И получается 240 кубов в сутки. Можно сказать, что насос работает беспрерывно. Круглые сутки. Ну там мы по просьбе населения, мы сейчас начали подавать воду по графику. Утром в 5 часов и вечером тоже в 5 часов. И по факту, получается, потребление воды превышает дебет воды. Вот если посмотреть, сравнить мае месяц с июнь месяцем, потребление, расход электроэнергии у нас вырос в 3-4 раза по сравнению с мае месяцем. Ну, фактически, значит, получается и расход холодной воды увеличивался в 3-4 раза. Запаса воды в водонапорной башне явно не хватает. Выход один. Необходимы новые источники воды, новое оборудование. Новоишлейская, строительная, молодежная, западная и Победы. Новая башня нужна на новые 5 улиц. В этом году жители снова подняли этот вопрос и написали обращение к главе республики Олегу Николаеву. Чтобы раз и навсегда решить проблему, инициативная группа решила собрать деньги на новую башню. 15% от стоимости башни. 276 тысяч. По 5 тысяч все. Вот мы собрали эту сумму. И сейчас вот пытаемся, чтобы нас включили вот в эту программу. У нас все готово. Мы деньги можем перевести и все. Уже перевели. А, уже перевели даже. Ну вот что-то пока никаких сдвигов. Впрочем, проблема нехватки питьевой воды остро стоит не только в Чебоксарском районе. Где-то не хватает денег, где-то расторопности местных чиновников. В итоге каждое лето вода в дефиците. Только за прошедшую неделю Центром управления регионов зафиксировано более 50 подобных обращений. Эта проблема актуальна для жителей Комсомольского, Порецкого, Марпосадского, Ядринского, Янтиковского, Чебоксарского районов. Это проблемы с водонапорными башнями, с колонками. Жители обращаются через портал обратной связи. Также многочисленные обращения поступают напрямую на главе Чуварской республики. И в социальных сетях. Заявка направлена на рассмотрение в Минсельхоз. И если проект одобрят, работы будут сделаны к концу октября. Наталья Мальчикова, Игорь Зверев, Республика.